Брестская милиция шукает клиента банка, якому кассир Помылкова выдал на 22 миллионы больше. Правоохонники звертаются до насильства с просьбой допомогти установить особу мужчины, який отшукывается, а так само спадяются на его сумление. Под обязанностью Людмилы Салдиной. На выгляд 45-50 году. Рост 175-180 сантиметров. Сотрудниками Московского РОВД устанавливается личность мужчины, который 19 января утром, находясь в помещении банка, завладел излишне выданными ему денежными средствами, воспользовавшись невнимательностью специалиста банка. По камерам было видно, что мужчина просто взял деньги, не пересчитывая их, и ушел спокойно. Возможно, не исключается то, что он не посмотрел, какую сумму ему выдали. Во управлении внутренних справ за опошний час такие выпадки не регистровали. Сибиростейцы вельми активно комментируют здарения на интернет-ресурсах. Выпадок неоднозначный. Але прохожие на улицах, с якими нам довелось поразмовлять, однозначные удумцы. Виноват и, конечно, кассир. Але клиенту не варто присвоивать чужие гроши. Виноват, конечно, кассир, что он неправильно денежку посчитал. А с другой стороны, мужчина должен вернуть эти денежки. Я бы, допустим, вернул бы. Не знаю я, кто виноват. Кассир. Но деньги бы вернул, скорее всего. Ну, даже не скорее всего, по-любому бы вернул бы деньги как-то. Чужие деньги забирать себе. Ему надо было отдать денежку. Не заработал зачем чужим трудом пользоваться. Я считаю, что нужно возвратить. Потому что такие деньги в пользу не пойдут впрок. Не глядячи на то, что мужчина за Володу угрошима ненаумысно, и он может трапить под криминальную отказность. По данному факту назначена и проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К слову, мужчина может избежать какой-либо ответственности, если вернет присвоенное, и у заявителя не будет к нему никаких претензий. Здарение у банку отбылось а тыдень тому. Часмены удоволи великий для того, как мужчина поспел зауважить за лишние выдаденные гроши. Милиция различивает на его свядомость, а так само на допомогу грамадян.